Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. В городском собрании Сочи обсудили пенсии. На внеочередной сессии рассмотрели пенсионную реформу в России. Около двух тысяч бесплатных парковочных мест появятся во всех районах курорта, где именно озвучили на планерном совещании главы города. В Кавказском заповеднике внедряют раздельный сбор отходов. Этому поможет президентский грант в полтора миллиона рублей. В Сочи открылся городской турнир по баскетболу на призы братьев Пашутиных. Один из них, Захар Пашутин, стал почетным гостем. Многофункциональные комплексы для отдыха автотуристов появятся в Краснодарском крае в конце года. Их строительство закончат в Кущевском районе. Это Северные ворота Кубани. Сюда с рабочим визитом приехал губернатор края. Вениамин Кондратьев посетил промышленное производство и небольшие фермерские хозяйства. А после встретился с местными жителями. Подробности в материале наших краснодарских коллег. На этой частной ферме в Кущевском районе 150 коров. И у каждой свое имя. Персональный подход здесь во всем. Например, буренку Дусю никогда не загонят в стойло ее соседки Марты. Благодарные таким вниманием коровы в год дают около 360 тонн молока. Для Кубани это не самая большая ферма, но одна из тех, которая пошла по новому пути развития – созданию сельхозкооперативов. Небольшие хозяйства объединяют свои усилия, чтобы наращивать объемы производства. Кто-то предлагает поля для пастбищ, у кого-то техника для переработки сырья, а у кого-то сами коровы. Именно в союзе мелких фермеров – аграрное будущее Кубани, уверен Вениамин Кондратьев. Вы считаете, что кооператив – это та форма, которая сегодня максимально должна дальше развиваться на селе? Мы говорим сейчас про сельхозьянский район. Я думаю, да, потому что я эту структуру понял для себя не так давно, год назад, скажем так. И в принципе мы работали в кооперативе, только это так не называли. Мы жили в кооперативе. А кооператив – это юридическая форма наших отношений с ним. Сейчас в рамках договоров вы закрепили свои отношения. Да, вообще, то есть это идеальная форма для возрастающей для нас. Я реально согласен. В рамках собственной экономики и ЛПХ, и фермер, поверьте, если проживет, то недолго или не так богато. Все равно единственный способ дальше быть устойчивым на рынке – это кооперация. Только кооперации, потому что все равно должны быть объединены для того, чтобы успешно защищать свои интересы на рынке. И дальше двигаться в сторону того, чтобы освобождать для своей продукции на рынке те или иные ниши. Сельское хозяйство – одна из ведущих отраслей Кущевского района. В объемах производства ей лишь немного уступает промышленность. Во время рабочей поездки губернатор посетил завод стеновых и кровельных панелей. Эти плиты используют при строительстве быстровозводимых зданий. Основной рынок сбыта – Краснодарский край, Ставрополь и Ростов-на-Дону. В прошлом году предприятие получило субсидию на возмещение части затрата. А уже сегодня здесь задумываются о расширении производства. Мы, если будем расширяться, мы будем производить новые виды продукции. Потребность на эту продукцию мы обеспечиваем Краснодарского края. Еще емкость на рынке есть на эту продукцию? Скажем так, есть производители из других регионов, которые сюда возят. Да, правильно, тогда вы должны делать или качественные, или с новым видом продукции выходить, чтобы еще сильнее накрывать рынок собственной продукцией. Да, да, да. Желание есть, желание огромное, когда мы вам поможем. Еще одной точкой роста для района стало его расположение. Станица Кущевска – это северные ворота Краснодарского края. Для многих туристов, которые едут на автомобилях, Кубань начинается именно отсюда. В этом году вдоль трассы заканчивают строительство двух больших придорожных комплексов. Рядом с заправкой появятся комфортные торговые ряды, супермаркет и современная гостиница. Всего таких точек на трассе М4 Дон планируется не меньше десяти. Вот, получается, Кущевской до Тульской области. Мы первые, которые реализовываем, коллеги-инвесторы первые реализовывают здесь, в Кущевской, и потом дальше уже от Краснодара в сторону М4. Ну, абсолютно правильный подход в существовании того, что нам сегодня нужны брендовые придорожные торговые комплексы. Потому что тот, кто въезжает на территорию края, он уже изначально себя ощущает отдыхающим. Поэтому культура отдыха должна стоять сразу у границ. Поэтому чем будет выше уровень придорожного серия, затем сразу турист, автотурист будет попадать в атмосферу уже курорта и в атмосферу отдыха. Основные направления, в которых должен двигаться муниципалитет, указаны в проекте социально-экономического развития района до 2024 года. Упор, конечно, делается на сельское хозяйство, рассказывает исполняющий обязанности главы Кущевского района. Венивин Кондратьев напоминает ему о новом подходе в работе. Согласно майским указам президента, в регионе вводится проектное управление с четко прописанными целями и задачами. Меня интересует, какая срочная перспектива. Вот возьмем три года, три года, и все, и дайте, что нужно для того, чтобы за три года мы сделали этот рывок. Конкретно, подпишитесь еще раз под каждой программой, под каждым проектом, что нужно для того, чтобы вы стартанули. Я максимально помогаю, снимаю проблемы, которые вам не позволяют стартануть. А дальше вы несете ответственность за то, что у вас дальше уже и дистанция, и финиш успешный. И тогда я готов, максимально подписавшись с обоих сторон, пойти на конкретные действия. И ответственность, в том числе вместе с вами, с вашей командой, депутатским корпусом, будет персональной. Договорились? Договорились. Все. Спасибо большое. По уровню социально-экономического развития район занимает 10-е место в крае, каждый год улучшая свои позиции. Что должно сказываться и на жизни людей, естественно, в их пользу. Губернатор потребовал разобраться со всеми жалобами. Это 220 обращений, которые поступили от жителей Кущевского района в региональную администрацию. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Москаленко, Алексей Комаров. Кубань, 24. Кущевский район. Последнюю сессию перед парламентскими каникулами сегодня провели депутаты Законодательного собрания региона. На заседании подвели итоги работы за год. За это время в бюджет региона трижды вносили поправки. Сегодня этой теме также уделили большое внимание. Расходная часть казны увеличилась больше, чем на 700 миллионов рублей. Бюджет уже по традиции социально ориентирован. В большей степени деньги направят на развитие сферы образования и медицины. Будут изменения и в сельском хозяйстве. Поправки в законодательстве позволят улучшить систему кормозаготовки в крае. Всего с сентября прошлого года было принято более 150 законов. Губернатор Крайвини Амин Кондратьев поблагодарил депутатов шестого созыва за результативный год. Я прежде всего хотел бы поблагодарить вас за очень тесную, конструктивную работу. Весь депутатский корпус за сотрудничество, коллеги, именно сотрудничество с органами исполнительной власти, с муниципальными образованиями, заплодотворное и конструктивное темпы экономического роста у края достаточно серьезные. Нам важно сегодня эти темпы не снизить, а нам еще активнее набирать обороты и максимально вовлекать сегодня в экономический дивиденд те отрасли нашей экономики, которые, может, где-то подотстали. Нас много, мы должны думать, как это сегодня сделать. На самом деле мы можем, мы многое вместе можем, если мы вместе вернуть, сохранить и приумножить. Депутаты шестого созыва активно сотрудничают со всеми профильными подразделениями администрации Коснодарского края. На мой взгляд, это показатель того, что исполнительная и представительная власть Кубани имеют общую цель, общее понимание средств, необходимых для ее достижения. Поэтому, уважаемые коллеги, давайте и дальше работать сообща над совершенствованием законодательства Коснодарского края. На сегодняшний день сделано много, но планы у нас на перспективу большие, амбициозные. Я думаю, нет тех планов и задач, которые бы мы не преодолели. На свои рабочие места законотворцы вернутся уже в сентябре. Осенью они начнут разрабатывать дорожные карты по развитию направлений, указанных в майском указе президента. А вот в городском собрании Сочи обсудили пенсии. На внеочередной сессии рассмотрели пенсионную реформу в России. Управление пенсионного фонда в Сочи и городское управление социальной политики представили депутатам информацию о ходе общественного обсуждения совершенствования пенсионной системы России. Выслушав докладчиков, народные избранники решили признать дальнейшую необходимость модернизации пенсионной системы. Сходимся мы все к мнению тому, что реформа пенсионной системы назрела уже давно. Ее дальше откладывать просто нельзя. Но отметили сегодня депутаты при обсуждении, что наряду с принятием проекта в первом чтении этого закона необходимо принять еще целый пакет нормативных актов, которые бы давали уверенность в трудоустройстве и жителей в возрасте и молодежи по медицинскому обеспечению и целый ряд еще вопросов социальной защиты нашего населения. Дополнительные гарантии подразумевают и повышение ответственности работодателей за возрастную дискриминацию при приеме на работу и увольнении, создание материальной и моральной мотивации работающих граждан для более позднего выхода на пенсию, развитие законодательной базы в целях снижения неформальной занятости. Учитывая важность темы, работа над сбором предложений от общественных организаций, профсоюзов и экспертов будет продолжена. После анализа и обобщения полученной информации она будет направлена в Законодательное собрание Краснодарского края и Госдуму России для учета при обсуждении пенсионной реформы. Около двух тысяч бесплатных парковочных мест планируют организовать во всех четырех районах курорта. Перспективные территории были озвучены сегодня на планерном совещании при главе города. Кроме того, на заседании обсуждали предварительные итоги проведения чемпионата мира по футболу и представили нового руководителя, который в Сочи будет решать вопросы ЖКХ. Обо всем по порядку, Ольга Десятого. В Сочи завершились матчи чемпионата мира, но большой футбольный праздник продолжается. А на фан-зоне, которая, кстати, признана одной из самых посещаемых в стране, покажут еще три матча мундиаля. Организаторы мирового события дали Сочи самую высокую оценку, отметили чистоту курорта и гостеприимность его жителей. Самые высочайшие оценки мы заслужили с вами. Это касается и обеспечения санитарных условий в городе, это и обеспечения безопасности в городе. Мы сильная команда, которая может сделать любое мероприятие. Несмотря на высокие оценки гостей, работать еще есть над чем. Особенно это касается отрасли ЖКХ. Сегодня на планерном совещании Анатолий Пахомов представил нового руководителя департамента городского хозяйства. Кресло руководителя займет Сергей Самко. Он руководил департаментом олимпийского наследия края, исполнял обязанности министра курорта в Кубани. Теперь Сергею Самко предстоит решать целый ряд важнейших задач в отрасли ЖКХ. Основные выбор площадки под строительство мусоросжигательного завода, строительство второй очереди бзугинских очистных сооружений, а еще важно, как и в прошлом году, первыми в Крае получить паспорт готовности к зиме. Специалист он высокого уровня и поработал, и директором департамента Края. То есть у него достаточно хороший послужной список. Также в ходе планерки главы районов подвели итоги работы по организации в городе бесплатных парковочных мест. В центральном районе, например, они появятся на Абрикосовой, на улице Цурюпы, Бамбуковой и Конституции. Участки уже определены, где-то даже началась отсыпка. Это за полгода было создано более 750 парковочных мест, которые не просто они бесплатные, эти парковочные места, их же надо и содержать, и убирать. То есть там производится и санитарное содержание. В перспективе в Сочи может появиться около 2000 бесплатных машиномест, в том числе возле важных соцобъектов и в загруженных частях курорта. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Чистые горы Кавказа. Такой проект запускает Кавказский заповедник благодаря победе в конкурсе президентских грантов. Сумма за которую боролись более 9 тысяч проектов составляет полтора миллиона рублей. За счет этих средств на территории природного охраняемого района планируют внедрить механизм раздельного сбора отходов. Реализацию проекта сегодня обсудили экологи, власти города и предприниматели, которые готовы заняться переработкой вторсырья. Раздельный сбор мусора будет возможен не во всем заповеднике, но это пока. Для начала механизм опробуют на пилотных площадках, на Лауре, в Тисо-Самшитовой роще и на территории административного офиса Кавказского биосферного заповедника. Контролировать реализацию нового проекта в этих местах будет легче, уверены сотрудники. Деньги будут потрачены на приобретение контейнеров для раздельного сбора, на установку информационных стендов, на оплату частично труда сотрудникам, которые будут сортировать этот мусор в рамках тоже гранта. Потом мы надеемся, что мы выйдем уже на самоокупаемость и этот проект заработает уже самостоятельно. Контейнеры для раздельного сбора мусора Кавказский заповедник установит уже в августе. До этого необходимо наладить контакт с так называемыми заготовителями, которые будут принимать отходы и утилизировать. Предприниматель, который готов забирать пластик и иммукулатуру, уже найден. Мы занимаемся и перевозками, и переработкой именно вторичного сырья. Не весь сектор, не все 16 видов пластика, допустим, 18, которые мы принимаем, но часть какую-то мы стараемся сами переработать, часть какую-то отправить на перерабатывающую базу. С нами многие заключили на данный момент договоры. Люди готовы помогать и сами свой мусор разделять, и сами хотят меньше платить за вывоз мусора. Алексей работает с различными предприятиями. Многие по рекомендации власти и курорта уже давно утилизируют мусор по этой схеме. Как известно, администрация города уже несколько лет поддерживает программу «Ноль отходов». Органы муниципальной власти, безусловно, поддерживают инициативу. Прекрасно мы все понимаем, что уже начало действовать законодательство. С 1 января 2018 года ряд категорий отходов уже запрещено закоранивать на полигонах. Раздельно собирая отходы, мы в первую очередь снижаем нагрузку на окружающую среду, мы способствуем сохранению и улучшению состояния экосистем, мы экономим природные ресурсы и развиваем экономику государства. То, что в Сочи активно ведется раздельный сбор мусора, подтверждают и члены экологического движения с одноименным названием. Активисты проводят на курорте различные акции, рассказывают горожанам, что в стране существует переработка отходов, а перерабатывающие заводы ждут вторсырье, в том числе и сочинских дворов. Желающим приобщиться к программе раздельного сбора мусора, отходы следует выбрасывать в специальные контейнеры. Люди приносят это целый месяц, копят, приносят нам раз в месяц это все, и мы это передаем на переработку заготовителям вторсырья, которые в Сочи работают. Самая популярная, наверное, это, по-моему, макулатура. Есть карта recyclemap.ru, на которой отмечены пункты сбора вторсырья в городе Сочи. За этот год более 150 семей сочинских приобщились к раздельному сбору. Но и в каждой семье еще есть люди. И каждый из этих людей является носителем идеи бережного отношения к природным ресурсам и к окружающей среде. И рады, что заповедник тоже встал на этот путь. На популярных экскурсионных маршрутах контейнеры для раздельного сбора мусора установят через год. Тогда же этот проект можно будет тиражировать и на других особо охраняемых территориях. Ольга Десятого, Инга Габеш и Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи очень жарко. МЧС предупреждает о высокой температуре на территории курорта. По прогнозам специалистов, столбик термометра может достигать 37 градусов в тени. Как обезопасить себя от солнечных ударов и других неприятностей, связанных с жаркими солнечными днями, узнаем из следующего сюжета. В Сочи установилась очень жаркая погода. Совсем недавно вода в море была прохладная, но сейчас прогрелась до 27 градусов. На побережье много людей, и каждый с жарой справляется по-своему. Водичку, конечно, пьем, да. Закупаемся водичкой. Ну, либо сидим дома и выходим вечером гулять. Ну что, не знаю, мы плаваем, купаемся, нагло льем водичку. Длительное нахождение под прямыми лучами в период большой солнечной активности чревато последствиями. Поэтому нужно к своему самочувствию относиться внимательней. Ну, а если вдруг кому-то станет плохо, то помощь отдыхающим могут оказать в медпункте. Они есть на всех крупных муниципальных пляжах. Если у нас отдыхающие здесь вот лежат под зонтиками, мы им ходим, я каждые полчаса хожу, предупреждаю, смотрю, если кто-то уже у меня сильно загорел, я, конечно, их предупреждаю. Одеть головной убор или лечь под зонтики. А вообще нужно больше пить. В жару рекомендуется больше пить водички. В жаркую погоду нужно помнить о простых правилах. Для человека с хорошим здоровьем обязательно носить головной убор. Стараться не находиться в самые жаркие часы под прямыми солнечными лучами и пить как можно больше воды. Причем простой, не содержащей добавки и сахар. Иначе последствия будут весьма неприятными. Первое последствие, конечно же, тепловой удар. Это состояние не такое безобидное, как некоторые думают. Это состояние, которое касается всего организма. В том числе и солнечные ожоги могут быть достаточно глубокими и доходить в глубокие слои кожи, вздуваться пузырями, оставлять следы, шрамы и так далее. Себя нужно беречь и, конечно же, очень надо беречь своих детей. Людям со слабым сердцем и хроническими заболеваниями медики рекомендуют в пиковую жару не выходить из дома и контролировать свое состояние, следить за артериальным давлением и соблюдать рекомендации медиков. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». А накануне в летнем театре парка Фрунзе было жарко от улыбок. Там состоялось вручение дипломов выпускникам Сочинского государственного университета. Около тысячи выпускников в этом году получили высшее образование в Сочинском государственном университете по программам бакалавриата и магистратуры. Но, как сами признаются студенты, вуз дал им не только теоретические, но и практические навыки. Полторы тысячи студентов в качестве волонтеров были задействованы в последнем крупном международном мероприятии чемпионате мира по футболу. Конечно, это великолепная практика, это хороший тренинг, который позволил совершенствовать свои коммуникативные навыки, знания языков, технологии проведения таких мероприятий. Безусловно, это все очень важно для будущих специалистов. Ну и вообще в процессе обучения мы сейчас очень много занимаемся практикоориентированностью. В университете создано большое количество тренинговых центров. У студентов есть много идей и предложений при СГУ. Создан даже Центр социального предпринимательства, который активно поддерживает один из крупных российских меценатов. Если это спорт, если это общественная деятельность, это волонтерство, это молодежная политика, наш университет все это поддерживает, поддерживает наших студентов, наши студенты путешествуют, наши студенты посещают все российские просто проекты, становятся их организаторами впоследствии. Инна Чарская окончила вуз с красным дипломом, получила в СГУ сразу две специальности. Учитель начальных классов и преподаватель английского. Теперь собирается передавать полученные знания детям. И честно сказать, пять лет пролетели как один день. Буквально вчера я помню нашу первую лекцию, помню преподавателя, и все казалось таким страшным и пугающим. А сегодня вот мы уже стоим здесь, все выпускаемся, все такие красивые. Конечно, есть небольшое волнение, все-таки новый этап, взрослая жизнь, но я думаю, что мы готовы. Полную готовность выпускников и их профпригодность подтверждает еще и тот факт, что Сочинский государственный университет выбран опорным вузом Краснодарского края. К тому же и Центром волонтерства вуза признан одним из лучших в России. Елена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сочинцы и гости курорта могут оценить авторский автограф. Так называется персональная выставка члена Союза художников России Нины Киселевой. Выставка открылась в арт-медиа-центре «Родина». Нина Киселева принадлежит к числу ведущих сочинских художников. Она автор пейзажей, портретов, монументально-декоративных произведений, участник российских региональных краевых выставок. С 1967 года она живет и работает в Сочи. На выставке представлены рисунки, сделанные в поездках по России и Средней Азии в 80-90-х годах. Они выполнены в разных техниках и разными материалами – тушь, карандаш. Восемь графических листов находятся в коллекции Сочинского художественного музея. В Сочи открылся городской турнир по баскетболу на призы заслуженных мастеров спорта. Братьев Пашутиных. Один из них, Захар Пашутин, стал почетным гостем спортивного мероприятия. В соревнованиях принимают участие команды из нескольких городов края. Сегодня играли баскетболисты из Краснодара и Белореченска. Сочи представлен двумя спортивными школами – второй и восьмой. Открытый турнир по баскетболу проводится ежегодно. В нем участвуют 14- и 15-летние подростки. В этом году баскетбольные матчи проходят на базе 20-й школы. За игру спортсменов сегодня следил пятикратный чемпион России Захар Пашутин. Он считает, что такие фильмы, как «Движение вверх», привлекут еще больше ребят в спортивные залы. «Это очень хороший фильм. И опять же, у меня много спрашивали в Москве про этот фильм. И я могу сказать, что я знал этих людей лично. И тренера Владимира Петровича Кондрашина, и Беловых, двух игроков. И великие мастера, великие спортсмены. И я хотел бы, чтобы ребята, которые смотрели этот фильм, и сейчас на этом турнире, которые участвуют, могли проявить себя». Турнир продлится пять дней. Именно победители станут известны в воскресенье, 15 июля. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok